Мы продолжаем рассказывать о необычных профессиях, и сегодняшняя наша гостья знает о том, как исправить и убрать ошибки молодости или, ну, захотелось. Если вы подумали о чем-то эфемерном, то вы ошиблись. В нашей студии мастер по удалению татуажа и татуировок Виктория Сорокина. Доброе утро, Виктория. Доброе утро, Ян. Виктория, я вам хочу задать некоторые вопросы, которые для вас покажутся, может быть, простыми, но для простого зрителя они на самом деле очень актуальны. С удовольствием расскажу. Первый вопрос. Зачем человек делает татуировку и почему у некоторых возникает желание их потом убрать? Ну, вы правильно сказали. Можно назвать, в принципе, это ошибкой молодости, так как не всегда актуально то, что актуально в молодости, в зрелом возрасте. Поэтому мы подчищаем, вероятно, всего, как их называют в народе, партаки. Ага. Социальные обстоятельства, моральные, психологические и прочее. А вот как вы считаете, по вашему мнению, удаление татуировок актуально для Караганды? Однозначно. К сожалению, у нас 90% удалений сейчас это неудачный перманентный макияж, то есть не совсем корректные работы на лице женщин, поэтому это крайне важная эстетическая процедура. И я являюсь узким специалистом, который не занимается ничем более, как спасает такого рода важный объект, скажем так, для женщин. А с чем это связано? С тем, что когда это было сделано ранее, допустим, с женщинами, да, еще не настолько были опытные мастера или меняются тренды? Совершенно по разным причинам вы назвали ряд из них. Так как, возможно, неудачная техника, возможно, погоня за дешевизной, намеренные такие действия мастера по договоренности или нет с клиентом, в любом случае ошибку становится рано или поздно видно всем, в том числе клиенту, который ищет, где качественно быстро сделать удаление, осветление хотя бы для того, чтобы сделать что-то очень модное, натуральное. Вот представим, что человек решился, но мне кажется, два момента, которые останавливают человека от того, чтобы удалить татуировку. Первое, что мнение, что это больно, и второе, что это дорого. Вот как вы считаете, больно ли удалить татуировку и насколько дорого удалить? Насчет цены, это, наверное, вопрос относительный, так как зависит напрямую от социального положения человека, от его цели, от его жизненных условий. Вообще, так как татуировку удалить долго, если считать общей суммой, вероятно, выйдет что-то очень приличное. Но татуировку необходимо удалять раз в 2-3 месяца, делать этот сеанс, на который даже какую-то приличную сумму накопить всегда можно. То есть это процесс не одного дня, это несколько сеансов? Это позиционный процесс. Нужно набираться терпения, поэтому за эти промежутки вполне доступно любому абсолютно человеку, задавшемуся целью это сделать. То есть так как, получается, эта процедура нескольких этапов, то, в принципе, человек, даже если он стеснен в средствах, он, в принципе, может постепенно привести к желаемому результату? Да, конечно. А насчёт оценообразования, либо болевых ощущений, да, лучше скажем? Да. А насчёт болевых ощущений, вы спросили, могу сказать точно, что это сопряжено с ними. Нам доступны кожные анестетики, которые приведут все эти ощущения к минимуму. Мы их не очень любим использовать, так как, ну, есть технические особенности. Поэтому тот короткий промежуток, когда идёт сам процесс, терпит и стар, и млад. А почему вот сейчас вы сказали, что вы не очень любите их использовать? Вот раньше я помню, когда я, например, делал татуировку, да, у меня тоже есть татуировка, это было лет 15 назад, и тогда устойчивое было мнение, что анестезию использовать нельзя, потому что она влияет и на свёртываемость крови, и на, в принципе, на изменение структуры ткани вместе с анестезией. А сейчас что-то изменилось? Сейчас всё ещё более продвинулось. Мастера пигментации, такие как татуировщики, мастера татуажа, трихопигментации, там, камуфляж какой-то, они имеют значительно большую базу знаний, чем 15 лет назад. Поэтому теперь на практике доказано, что использование анестезии в этих процессах даёт сложнее заживление, большую отёчность, ткани становятся рыхлыми, есть вероятность у некоторых мастеров неопытных углубиться и так далее. То есть 15-летней давности опыт, в принципе, сейчас подтверждается, что нежелательно. Нежелательно анестезия при условиях, когда можно, конечно, обойтись без неё. Хорошо. А вот тогда вопрос такой. Какие татуировки легче всего свести, а какие сложнее? В чём закономерность? Есть такая определённая градация. Татуировки сделаны кустарным способом, так называемой жёнкой, которую делали в местах не столь удалённых, скажем так, совершенно неизвестным составом. Удалить практически невозможно, либо сложно. Это за счёт того, что разная глубина нанесения? Нет, это скорее из-за компонентов. Очень важно. Природа пигмента. То, что вам имплантировали под кожей. Пигмент краска имеет цвета, да? Да, конечно. Далее, наверное, или на одном уровне стоит гелевая паста. Это как раз-таки дело рук подростков, которые делают это сами себе. И эти татуировки вывести тоже значительно тяжело, потому что кажется она чёрной, но на самом деле можете смело воспринимать её как глубокий синий. А синий цвет лазерного удаления в Казахстане не удаляется. Самый лёгкий вариант для удаления – это сделанные татуировки в армии, сделанные тушью, так как это просто сажа и вода. В первую очередь лазер защипляет блистательно, и у них есть стопроцентная гарантия удаления. А вот татуировки современные имеют тенденцию быть напрямую, удаление их напрямую зависит от техники введения, стилей татуировки, количество пигмента, даже вплоть до того, какой серый использовался для теней. То есть правильно ли я понимаю, что если, например, в татуировке очень много разных цветов, то это осложняет удаление её, потому что разный цвет может по-разному удалиться? Однозначно, так правильно. Но ещё есть, конечно, если говорить про татуаж, совершенно безумные случаи, когда я глубоко удивлена. В нашем азиатском регионе, имея очень контрастную внешность и густые чёрные брови, девушки идут и делают под ними ещё одни новые брови. А как вы думаете, с чем это связано? Почему? Ведь у казахстанских девушек очень выразительные брови, красивые, чёрные, яркие. Именно в таком случае я, конечно, глубоко удивляюсь и стараюсь их переубедить для того, чтобы они не делали снова перекрытия, если рост волос позволяет ходить вот с такой естественной красотой чудесной. Но если там присутствует частичная аллопеция, не растёт фрагмент брови, растёт кусочками, то как раз для этого и создали косметический татуаж, чтобы помочь всем людям приобрести... То есть исправить, скажем так, небольшой эстетический изъяр. Диспект, конечно. Но когда брови совсем выше, чем естественный рост волос, это заметно с высоты птичьего полёта. Это да. Вспоминается, как раньше делали грим в театрах, да, если нужно было сделать. Забивали свои брови, а делали выше, чтобы придать характер. Да, очень жалко такие случаи. Мы, конечно, максимально стараемся, чтобы людям помочь, сохранить, вернуть эстетику, отговорить где-то. Мы спросили карагандинцев, как они относятся к татуировкам, и вот что узнали. Плохо, отрицательно. Хорошо отношусь, не особо так. Не обращаю внимания. Татуировка, допустим, что-то значит нормальное. То есть не какой-то там, ну, допустим, суицидный какой-то призрак или что-то типа такого. Если это адекватная татуировка, ну, все с чего-то, допустим, то это вполне адекватно, возможно, как память оставить можно. Для меня татуировки – это выражение личности человека. То есть, как бы, он может набить какие-то воспоминания, какую-то свою особенность выразить на теле. То есть для меня это вполне нормальная вещь. Очень отрицательно. Зачем тело портить? Оно потом остается на всю жизнь. Оно не исчезает. Это мнение каждого человека. Он должен синить свое мнение и делать то, что он хочет. У меня нет, но, возможно, я бы хотел где-нибудь на лодыжке. Какой-нибудь, допустим, в честь чего-то, допустим. Если бы я могла, я бы сделала. Я бы хотела лет 18-20 где-нибудь рядом с ключицей что-нибудь. Ну, тоже пока что у меня нет, с чем можно ассоциировать татуировку, получается. Но если будет, я набью. Нет, нет, не на виллу. Вообще не на виллу. Не знаю. Я против этого. Религия непосредственно. Татуировка дает, как бы, память. Самовыражение себя. То есть, как бы, татуировки делать не для кого-то, а для себя. Это 100% факт, я думаю. Портить свою козу. Это вообще никуда не годится. Развлечение, увлечение в чем-то. У каждого свой смысл. У каждой татуировки, у каждого там значка, там над. Ну, я в это не верю. Ну, в принципе, можно, там, маленькую одну татуировку какую-нибудь. Ну, не так, чтобы, там, на лице, на теле, на всем. Хаок, что он может обозначать? Вот скажите. Он ничего не обозначает. Если есть смысл, то, я считаю, татуировка – это нормально. Например, я сам футболист, и с футболистами многие набивают татуировки на свое тело. Ну, у кого-то, не знаю, религиозный что-то набивает, кто-то просто из-за семьи набивает, типа, женился, набил татуировку. Вот. А, ну, наверное, другим людям это что-то обозначает, дает все-таки. То есть ты смотришь на татуировку и вспоминаешь о семье, о детях. Смотря в чем, если насчет работы, то это нужно уточнять у самих, как бы, работодателей. Может, помешать отношениям с родителями, смотря у кого какие строгие, не строгие, если это делать в подростковом возрасте. А в совершеннолетии, то я вполне считаю, что это даже хорошо выражать себя через татуировки. Ну, вот, например, если на работу будешь устраиваться, я не думаю, что если у тебя все разрисованное тело, то я возьму куда-то. Нет, конечно. А, стоит и все. Думаю, когда в старости, эта татуировка тебе будет мешать. Вот. Если ты покроешь лицо, то у тебя со временем, у тебя появляются морщины, и это все губит твою кожу. То есть это некрасиво будет выглядеть в любом случае. Ну, как мы узнали из запроса, некоторые люди опасаются делать татуировки. Виктория, а с чем это связано? Почему некоторые боятся делать татуировки? Безусловно, боятся нестерильных условий в тату-студиях. Во-вторых, неграмотной работы художника непосредственно. Ну, и, конечно же, что человек может передумать сам. А здесь может быть важным фактором влияние общества, то есть положение в обществе, карьера? Конечно. Социальное давление – это очень важно. И если для вас есть какие-то сомнения, лучше не делать при малейших. А вот если человек сделал татуировку, по вашему мнению, влияет ли она на положение в обществе? И может ли помешать в карьере? Ну, это, наверное, какие-то… Вот сейчас, в наших реальностях? В наших реальностях могу сказать смело – нет. Я себя чувствую комфортно и будучи мамой, и будучи другом, и будучи профессионалом своего дела. Мне татуировки в жизни своей никогда не помешают. То есть предрассудки уже уходят в прошлое? Зависит от силы духа человека. Готов ли он бороться с сомнением общества, и нужно ли ему это вообще? Угу. Тогда такой вопрос. Дороже набить татуировку или её убрать? Очень хороший вопрос, потому что очень сложно на него чётко ответить, ввиду того, что ценники разные очень. У мастеров татуировки особенно они могут доходить до 500 долларов в час. Поэтому удалить татуировку, возможно, окажется даже дешевле, чем сделать у некоторых мастеров. Но если вы задумали сделать татуировку за 10 тысяч тенге на всё плечо, лучше передумать сейчас, вот когда вы смотрите. Ну правильно, как бы скупой платит дважды. Однозначно. Прежде чем делать татуировки, нужно, если вы вдруг решились сделать татуировку, то нужно найти мастера, посмотреть его работы, отзывы. То есть не просто каталог, который он мастер может с интернета скачать, а непосредственно работы, какие он сделал уже. И уже тогда, оценив, взвесив все «да» и «нет», уже принять решение. А какой вопрос должен задать себе любой человек, прежде чем набить татуировку? Если не брать оценку мастера, поиск мастера, а непосредственно для самого человека. Я за практику. Необходимо долгое время пожить с мыслью, что эта татуировка у вас уже есть. Одна и та же. Ту, которую вы бредите и желаете очень сильно. И если вы через два месяца не передумали, не встали пытаться ее прикрывать морально как-то, то, пожалуйста, можете делать смело. Сейчас я знаю, что в помощь к этому многие мастера делают временную татуировку на том самом месте, где человек хочет набить постоянную, чтобы человек походил неделю-другую с ней и уже понял окончательно, нравится ему этот рисунок, это место или не нравится. Это глубочайшее заблуждение, так как временных татуировок вообще не существует. Нет, я имею в виду нарисованных хной, например. Хной, конечно, можно побаловаться. Если у вас нет аллергии, нужно сделать аллерготест небольшой, то, пожалуйста, сделайте, поносите такого рода рисунок. Он однозначно будет привлекать внимание. Даже сережка в ухе является пирсингом, но немного ниже привлекает внимание прокол значительно больше. Готовы ли к этому? Друзья, прежде чем сделать татуировку, подумайте 7 раз, ведь она с вами останется на всю жизнь. Ну а если решились, то она обязательно будет помогать выражать ваш внутренний мир и демонстрировать индивидуальность. Виктория, спасибо вам большое за такой прекрасный разговор. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо.